Здравствуйте! Вы смотрите программу «Квадратные метры» в студии Алексей Романовский. Сегодня в выпуске. Кто теперь будет контролировать масштабные стройки области? Кого оставили без денег на оплату ипотечных взносов? За сколько теперь предлагают купить дом Корнеева? Что такое дома-гвозди и кому они мешают жить? И кто получил «Золотой мастерок»? Об этом и многом другом в программе «Квадратные метры». Смотрите наш канал, будет интересно. В Преамуре все объекты строительства, в которые вкладываются средства бюджетов разных уровней, перейдут в ведение единой службы заказчика. Ее функции станет выполнять ГКУ-строитель, который будет работать с территориальными управлениями на местах. О необходимости кардинальных перемен заявил исполняющий обязанности губернатора Александр Козлов на совещании в областном правительстве. Сейчас в регионе проходит масштабная ревизия по включению строящихся объектов в единый реестр, в котором все стройки будут распределены по трем группам. Объекты первой степени важности и первоочередной застройки, достройки второй очереди и так называемые проблемные объекты, строительство которых, возможно, будет отложено до рассмотрения в следующем году. Единый реестр должен быть готов к концу апреля. Поручение сформировать его глава региона дал Министерству транспорта и строительства области. Программу развития ипотечного жилищного кредитования в Амурской области закрыли. Теперь выплаты смогут получить только те, кто вступил в программу до 1 января 2015 года. По словам министра соцзащиты при Амуре, причиной закрытия стало устойчивое снижение темпа роста налоговых доходов в области. Прирост налоговых доходов не покрывает даже инфляционную составляющую. При этом ежегодно сокращаются дотации с федерального бюджета. Письма о свертывании программы получили власти амурских муниципалитетов. Напомним, она действовала в области с 2009 года. Существовало три варианта финансовой поддержки от властей региона. Любой амурчанин мог оформить возврат части процентов, которые он платит банку по кредиту. Вторая мера только для бюджетников – оплата части первоначального взноса. И третий вариант для молодых семей, где один из супругов работает в бюджетном учреждении. В этом случае супружеской паре возвращали проценты по ипотеке за три года полностью. Участниками программы стали более 6 тысяч амурчан. Бюджет области выделил на эти цели 1 миллиард 410 миллионов рублей. 40 многодетных семей в Белогорске вскоре получат бесплатные участки под строительство жилья. Этот вопрос недавно рассмотрели на заседании местного административного совета. С 2012 года земельные наделы уже были предоставлены 46 белогорским семьям. Однако в собственность было зарегистрировано только 42. Как было озвучено на заседании административного совета, 9 участков владельцы продали, что не запрещено законом. На сегодняшний день в Белогорске в очереди на получение бесплатной земли под строительство стоит 125 семей. Полностью обеспечить всех нуждающихся власти планируют к 2017 году. Ну а теперь настало время рассказать о ценах на Благовещенском рынке недвижимости. Согласно данным портала «Новый квартирьер», который предоставляет нам сведения для программы, недвижимость в Благовещенске дешевеет. Существеннее всего упала цена на однушки – сразу минус 615 тысяч рублей. На 578 тысяч меньше стали стоить двухкомнатные квартиры. На 425 тысяч подешевели четырехкомнатные квартиры. С минусом в 93 тысячи выставляли на продажу трешки. И также с минусом шли комнаты в общежитиях. Они стали стоить ровно столько же, сколько и комнаты в квартирах – 925 тысяч рублей. А вот гостинки, наоборот, подорожали – плюс 190 тысяч рублей. Такова картина на рынке жилья Благовещенска. Как она изменится, расскажем ровно через неделю. Дом экс-директора Благовещенской фирмы «Россия» Михаила Корнеева будут продавать путем публичного предложения. Это означает, что каждые пять дней стоимость недвижимости станут снижать на 10%, пока не найдется покупатель. Кирпичный дом площадью 265 квадратных метров, расположенный в Благовещенске по улице Зейской, между Калининой и Богданом Хмельницкого, изначально оценили почти в 20 миллионов рублей. Сейчас стоимость снизилась уже до 18 миллионов 700 тысяч рублей. Повторные торги, назначенные на 17 апреля, не состоялись. Не было подано ни одной заявки на участие. Кстати, купить недвижимость может и сам Михаил Корнеев. Закон дает ему такую возможность. Выселить семью бизнесмена из дома не удалось. В итоге кирпичный особняк продается с обременением. В Благовещенске становится все больше домов-гвоздей. Вбитые в плотную застройку они разрушают архитектурный облик города. Стоит заметить, тенденция эта не новая. От таких строений страдают многие мегаполисы, да и обычные городки мира. Что это за явление, можно ли с ним бороться, расскажет Вероника Федореева. Когда-то этот дом был частью деревянного квартала, который впоследствии снесли. Сейчас вокруг ветхого и невзрачного строения вырос новый строительный комплекс. Архитектурный фон портит лишь это здание, жильцы которого съезжать категорически отказываются. Сегодня основной архитектурной проблемой почти всех крупных населенных пунктов Амурской области являются подобные дома-гвозди, которые трудно назвать исторически ценными и тем более презентабельными. Около 60 лет назад подобные строения не жалели, сносили целые кварталы. Вот тут пошел самый бум строительства. Сносили целые кварталы, никого не спрашивали. Ей был план застройки города. Вот согласно этому плану и начало строиться. Но сегодня в приоритете право собственности. И зачастую строительным компаниям приходится вносить изменения в проект жилого комплекса. Так как снести за сегодня старое здание без согласования с собственником невозможно. А компромисс стороны находят редко. К сожалению, наше законодательство, ну, будем говорить по сравнению с прошлыми, до 90-го года, допустим, ну, по СССР, оно изменилось сильно. То есть введены вопросы частной собственности, незыблемые. И хозяин, значит, может требовать все, что он хочет за свою собственность. Со слов проектировщиков, контраст старого деревянного дома на фоне красочных высоток неизбежен. В большинстве случаев собственники требуют огромные суммы, вплоть до 50 миллионов рублей за снос их ветхого строения. Не все застройщики их потребности могут оплатить. Дешевле выходит изменить проект и дом-гвоздь оставить на месте. Таких только в Благовещенске около 20. На Горького и Лозо, пожалуйста, начали дом строить. Вот Горького, Лозо, где он тут у нас? Вот он. Вот, начали дом строить, и страйбы уже сделали для дальнейшего строительства. Ну, мужчина, значит, хозяин дома прописал там 7 человек, да еще запросил большую сумму денег. И так сегодня он стоит, уже несколько лет стоит этот дом. Бросили это у хозяина, он вроде как доволен, недоволен, но так дома и остался. Портит облик, конечно. Жители близлежащих жилых многоэтажек также не в восторге от соседствующих бараков. Так, чаще всего, они представляют собой плачевное зрелище. В ближайшее время возможности решить эту проблему нет. Слишком большие аппетиты некоторых домовладельцев превращают улицы города в улыбку с кривыми и редкими зубами. Вероника Федореева, Андрей Цветков, программа «Квадратные метры». В Благовещенске здания двух библиотек уйдут с молотка. Недавно их закрыли в связи с оптимизацией. Сейчас здания на Амурской 188 площадью 259 квадратов и помещения в многоэтажке на Шевченко 80 площадью 77 квадратных метров пустуют. После оценки освободившихся площадей их выставят на аукцион. По информации комитета по управлению имуществом, помещения по адресу Шевченко 80 готовы сдать в аренду. Здание по Амурской 188 возможно как взять в аренду, так и приобрести в собственность. Кстати, последнее имеет историческое значение. Строение в стиле модерн было возведено в конце 19 века и принадлежало жене купца, представителя торгового дома Кунсты Альберс в Благовещенске. И еще, напомню, сейчас областные власти продают здание бывшего музыкального училища, что на улице Октябрьской. Областной конкурс «Строитель года-2014» завершен. 17 апреля подвели его итоги. Торжественное награждение победителей ежегодного профессионального состязания среди застройщиков прошло в зале общественно-культурного центра. Кому достались главные призы, узнаете прямо сейчас. Всего в конкурсе приняло участие свыше 50 компаний. За звание лучших застройщики боролись в 16 номинациях, одна из которых в этом году стала новой. Это лучший многоквартирный дом Преамурия. Самыми красивыми многоэтажками области признали здания, возведенные в жилом комплексе «Питер», что находится в районе улиц Игнатьевское шоссе и Кантемирово. Но так как заявки поданы были у нас в основном от застройщиков, которые построили на территории Благовещенском, поэтому мы провели переговоры с мэрией города и было решено сделать это призом мэра. Вот будет такая даже памятная табличка, подарена застройщику, победителю, который сможет ее установить на своем доме. И жители этого дома будут гордиться, что их дом самый красивый, построенный в 2014 году. Из года в год звание лучшей в сфере жилищного строительства получает компания «Амурстрой». Статуэтку за развитие инженерных изысканий, так же, как и в прошлом году, вручили организации «Амуртисиз». «Востокинвестпроект» получил призовое место среди компаний-проектировщиков. В целом, каким был 2014 год для амурских застройщиков, рассказал министр строительства. Объем работ, выполненных в 2014 году на территории Амурской области, на сегодняшний день, составляет более 32 миллиардов рублей. По итогам 2014 года введено в эксплуатацию 343,5 тысячи квадратных метров жилья. Таким образом, около 6 тысяч амурчан приобрели новые квартиры и исправили новоселье. Главный приз состязания «Золотой мастерок» за заслуги в строительной отрасли унес директор АНК-холдинга Павел Инюточкин. Напомним, впервые «Строитель года» организовали в 2011 году. С тех пор он стал ежегодным. И все конкурсные мероприятия проводятся при поддержке областного правительства. Вероника Федореева, Андрей Цветков, программа «Квадратные метры». На этом у меня все. Посмотреть нашу программу вы теперь сможете и в эфире информационного агентства «Город» и на ТВ-центре. А пересматривать понравившиеся выпуски в социальных сетях на страничке Первого областного канала, в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте «Порт Амур» в разделе ТВ-программы. Я же с вами на этом прощаюсь. Пусть ваше жилье будет комфортным во всех смыслах, а возвращаться домой будет всегда приятно. До свидания, до новой встречи. Субтитры подогнал «Симон»